Ангела, который призван мешать, оно называется как? Нельзя его произносить, да? Там такие буквы. Самых, намем, алиф, ламп. Он работает, чтобы мешать. Это у Всевышнего на работе, чтобы мешать. Так, перевод такой, хасиды говорят так, что СИЮМ МАСЭФИ – это окончание трактата ЭЙНЛАСОВ. Если взять аббревиатуру всех букв, да? СИЮМ МАСЭФИ ТЭЙНЛАСОВ. Почему? Ассорда? Да, СИЮМ ОВ. СИЮМ МАСЭФИ – это окончание трактата не надо делать или нельзя делать. Почему? Потому что это та вещь, которая ему больше всего мешает. Когда евреи радуются тому, что они служат Всевышним. Что мы делаем? Там вчера сказали, Вы же вроде уже отметили с какими-то небольшими пирожками, с колой. Почему нужно сделать такую, как бы, такую трапезу? Я говорю так, как аббинзион сказал по дороге сюда. Я считаю, что это очень важно. Самый важный момент в этом изучении – это вот СИЮМ. Почему? Я сейчас объясню почему. Потому что это показывает, что мы этому радуемся, что это не работа наша. А работа мы тоже радуемся. Это не то, что нас кто-то заставляет. Вне рамок. Это не работа на заботе, которая работает только для заботы. О, это нас радует. И более того, в этот раз, у нас есть такое правило. Мы сегодня это учили как раз в следующем трактайце, который мы начали, что если есть три причины, которые… Например, человек, он спит на кладбище. Он спит на кладбище. Или он ходит сам по себе по ночам. Или он рвет на себя одежды. Каждую эту проблему по отдельности можно объяснить с трех разных сторон. Может быть, у него там по ночам интересно ходить. Или, может быть, ему нужно там одежду порвать. Но все вместе это означает, что этот человек что? Умалишенный. Так вот, понимаете, как бы все три вещи, у нас есть такое правило. Если есть три вещи, которые можно объяснить, Ракхан Брискер так говорит. Если есть три вещи, которые можно подвести под одну, под один общий знаменатель, то это подводится, да? И поэтому у нас это был третий сиюм. И у нас именно перед этим сиюмом, перед этим окончанием трактата было все время. Мы закончили уже достаточно давно. И нам было так нам мешало, и так нам мешало, и так нет. И вчера, так сказать, как бы Романтион плохо себя чувствовал. И, в общем, и сегодня все вдруг решили, что им нужно срочно убежать. И срочно уехать. И все лекторы, которые должны были приехать сегодня, приезжают сегодня вопрямо. Поэтому рыбарь должен в последнюю секунду. И именно там обязательно все счета и все деньги горят. И нужно обязательно срочно убежать в банк. Это все. Хайфа горит. Хайфа горит. За это все будет хорошо. То есть все укладывается так, что сложно, сложно, сложно. Вот это сопротивление пробить было просто нереально. И мы, в общем, решили, что несмотря ни на что мы сделаем этот съем, чтобы показать, что мы радуемся изучению Торы Всевышнего. И третий раз, когда должно было все сложиться. Вы понимаете, к чему я отклонюсь? Все должно было сложиться. Сегодня это такое. Мы ставим печать, что мы третий раз делаем съем. Учим, заканчиваем и радуемся. Робинзон, скажите нам Роха. Какое? Хайф. Ох, блин. Ох, блин. Ох, блин. Это Роха. Это Шакулин, правильно? Шакулин. Шакулин. Вообще-то это очень интересно. Собачьи. Наши реализации. Вся для того, чтобы больше, чтобы развиваться. Надо пространять Торы. Больше и более. Как раз. Очень естественно, что на самом месте тот сетят и изучают Торы Всевышний. Это как раз соответствует пути и духу организации. Но самое главное, что это приятный момент. Когда начинает бессихта, заканчивает. Бессихта митирует очень много интересного. Это очень интересное. Какой следует Шакулин? Хагиги. Мы сейчас звучим Хагиги. Хагиги непростая, если вы знаете. Кочи, Тараск непростая. Но пока вы пробьете понятия в разных вопросах Тороты Кочи. На этом для вас будет нелегкая работа. Чтобы вы знали заранее. Я уже понял. Что называется? Назвался груздем. Надо делать. Пожелайте нам адра в броху. Потому что в стихе Микерле вообще говорит об отношениях между Богом и еврейским народом. Из-за чего возникают проблемы? С этого начинается. Кого гадать сейчас? С чего начинается? Так одно из-за чего написано там… Там Гимера говорит одно из-за чего говорила, что… Крыша беднеет. Убышим, вхихус лодаем, опускали руки гидры фабайц. То есть, из-за чего начала вся эта беда, которая была атаманной? Из-за чего? Одно из мнений в Гимаре. Из-за того, что не занимались историей. Чтобы не было проблем, укреплять изучение Торы. Чтобы Бог помог дальше укреплять изучение Торы. И чтобы это спасало еврейских народов всех. Аминь. 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 ríль. Продолжение следует...